Свою инспекцию Андрей Иванов начал с одной из главных достопримечательностей Никольского. У деревни Каренское лежит самый длинный подвесной пешеходный мост в регионе. Его длина составляет около 94 метров, а ширина Москвореки на этом участке превышает 70 метров. За прошедшие с момента его возведения годы материалы моста устарели. Теперь переправу ждет ремонт. В ближайшие дни сделаем косметический ремонт. Прямо там на месте договорились о том, что можно поменять деревянные покрытия на стил, а также тросовое ограждение на этом мосту. Более серьезная работа запланируем, как только мост появится у нас в собственности. Это ориентировочно в февраль-март следующего года. Глава убедился, что в старом городке продолжаются работы по благоустройству территории. На сегодняшний день здесь уже создано 83 парковочных места. Установлен современно-спортивный игровой комплекс. Кроме того, полностью окончены работы по благоустройству территории вблизи дома номер 8 по улице Школьная. Здесь порядка 5, может быть 6 лет идет системная работа по благоустройству. Применяются совершенно правильные новые современные стандарты. В обустройство входит и детская площадка, и тротуарная плитка, и создание парковочных пространств во дворе, и такие элементы, как площадки для сушки белья. Андрей Иванов нашел время пообщаться с местными жителями. Люди, как всегда, встретили главу района предложениями по развитию родного поселка. Нам очень нужен спортивный стадион. У нас прекрасная футбольная команда. Занимаются другие невиданные спорты. И я вас уверяю, на нашем стадионе занимались бы все. От малого до великого. А вот в новом городке работы начались лишь недавно. Министерство обороны передало населенный пункт на баланс района в мае. Власти сразу принялись за работу. А пилотным проектом по благоустройству территории стал дом номер 2 и его окрестности. В своей работе ответственные лица руководствуются дорожной картой, которую глава района согласовал с жителями нового городка. Благоустройство территории на новом городке началось. Оно идет. Уже два дома практически полностью благоустроены. Построена детская площадка для детей ясеного возраста по программе губернатора. Мы заканчиваем проектные работы по модернизации амбулатории. Сейчас в разработке проект по асфальтированию территории, созданию парковочных мест. Крупные работы по строительству детского сада, ремонту ГДО и школы планируют начать в первом квартале 2017 года. Дарья Сутягина, Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.